Плато Путорана – горный массив площадью 250 тысяч квадратных километров, расположенный на северо-западе Среднесибирского плоскогорья в России. На его территории расположен Государственный природный заповедник, который признан ЮНЕСКО памятником всемирного наследия. Об этом плато, состоящем из базальтовых пород, образованных лавовыми потоками, знают немногие. На плато много озер и рек, образующих многочисленные пороги и водопады. Самый высокий водопад в стране высотой в 600 метров, расположенный на Тальниковой реке. Плато Путорана является одним из самых малоизученных древних мест на планете, где встречаются редкие представители флоры и фауны. Плато часто называют «краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов». А савенкийского на русский название переводится как «озера с крутыми берегами». Здесь каждая река впадает в какое-либо озеро или водоем, и все сливается поедино. Часто идут дожди, а солнечные лучи, пробиваясь сквозь тучи, делают это место на планете домом радуги. Также есть места, на которых снег лежит круглогодично. А плато говорят, что оно сошло со страниц книги Артура Кунандуэля «Затерянный мир». Трудно вообразить, что 250 миллионов лет назад на территории плато находился гигантский супервулкан, катастрофическое извержение которого назвали Великим Пермским вымиранием, когда погибло свыше 60% наземных видов животных и более 90% морских. Интересным является то, что многие поколения коренных жителей этой местности передают предания о существовании разумной жизни на планете, существовавшей сотни тысяч лет, о могущественных цивилизациях, которые были стерты с лица Земли мощнейшими катаклизмами. С плато Путарана связаны многие легенды. До сих пор оно хранит загадки и продолжает привлекать исследователей своей таинственностью. Древние мудрецы говорили, чтобы познать мир, нужно познать самого себя. А чтобы познать себя, нужно уйти от привычных шаблонов восприятия. Ведь наш внутренний мир гораздо больше и интересней, чем мы привыкли думать о нем. Его красоту, масштабность и глубину нельзя познать только лишь с помощью привычного восприятия. Высший смысл жизни каждого индивида — в познании своей души. Остальное всё временно, проходящее, попросту пыль и иллюзия. Единственный путь к познанию своей души — только через внутреннюю любовь, через нравственное очищение своих помыслов и через абсолютно твёрдую уверенность в достижении этой цели, то есть через внутреннюю веру. Дорогие зрители, если вам понравилось наше видео, не забудьте поставить лайк и поделиться видео с друзьями. Подписывайтесь также на наш канал и будьте в курсе происходящих климатических событий в мире.